Фрося? Да. Готовит и сериальчик смотрит свои. Четкий ответ. Ес. На меня кричишь постоянно? Получается, да. Она одна гимнастка была, у нас 30 пацанов было. Да в смысле? Вот это проблемки у нас. Как я могла у тебя списывать? Всем привет, я Никита Чернов, это моя жена Алина, и сегодня я буду проверять своего мужа на знание себя. Было ли у меня в детстве домашнее животное? Да. Ну, какое? Просто спросила, было или что? Да в смысле? У меня две кошки были без хвоста, ну, как это зовут, не помню. Кем я мечтала стать в детстве? Ну, сериал, вспоминай, мой любимый такой еще, я часто смотрю. Задержанки? Нет, Никита, это взрослый сериал, я была маленькая. Ну, по России идет еще такой. Не говоришь? Да ты знаешь, да какой не говоришь? Женщина там ведет. Да ты к тебе какая-то? Ну, да даже мама твоя знает. Да я русский. Мама кем твой работают? А, судьи, помощник. Короче, следователем я хотела стать. Это сериал «Тайных следствий». Мне сериал нравился, да, «Тайные следствия». Я прям вообще с детства, я помню, даже школу прогуливала, чтобы добежать новые серии смотреть. Ну, потом я подросла, я поняла, что вот эти все трупы и изнасилования, это не про меня, но я боюсь этого всего. Так, мое любимое блюдо. Ну, ты хорошо готовишься вместе. Давай. Твое любимое именно? Давай, чаще всего. Давай, овощи твои вот эти, жареные. Ну, ладно, защита надо. Ну, творог больше всего, наверное. Какой творог? Ну, а что я чаще всего? Блюдо, нормальное блюдо такое. Ну, творог с утра. Все, господи, кошмар. Какой у меня цвет глаз? Мы проходили этот вопрос. Я даже закрою специально. Ну, там в оттенке. Два оттенка, зеленый и голубой. Ну, да, молодец. На свадьбу был вопрос этот, он просто не ответил на него. Она за день до этого говорит, у меня кари глаза. Я просто как давай кари вкинула все. Оказалось неправильно. Так, как мы познакомились? Ну, в школе. Она одна гимнастка была, у нас 30 пацанов было. Футболистов. Вот с этого момента и познакомились. Да, в шестом классе. Шестого. В шестом. Шестого. Да, это вот первая встреча, наверное, была я с другом. Был у друга в Волгограде. Вот у знакомого мы вместе с ним там в ЦСКА играли в школе еще. Вот Алина с подружкой сидела. И все, что-то написала. Приезжаю я там. Но смотрю, время есть свободное. Думаю, дай приеду, полчасика посидим. И все, с того момента вот, посидели. Где больше всего я люблю отдыхать? Отдыхать на кухне. Готовят и сериальчики смотрят свои. Ну, дома ты имеешь в виду или вообще? Нет, ну, отдых. А, ну, за городом где-то любят. На природе шашлычки. Покататься на чем-то такой, ну, такой отдых. Там, не знаю, на доске покататься. Еще там что-нибудь на самокатах, на велик. Вот это она любит. Спортивный больше. Ну, спортивный я согласна. Ну, а море я больше всего люблю все равно, Никита. Я думаю, а ты сразу ответишь, море. Ну, тебе столько лет уже, ну, и про море. Какое у меня хобби любимое? Хобби, ну, спорт. Взади она любит больше времени проводить. Качается там постоянно видео, выкладывает свои, там, по 2 килограмма поднимает. Можно было не говорить. Что у меня стоит на заставке в телефоне? Девчонка какая-то. А, нет, ну, если ты открываешь телефон, то у тебя какая-то девчонка там, а если и на главном, то наш с тобой. Так, давайте. Какая ты девчонка? Всем видно, да? Да. Поменяла сегодня. Да, конечно, специально, кстати, поменяла. Видно было, да? И, ну, ладно, и мы. Ну, я же говорю. Какая ты девчонка. Другая была 2 дня назад, сейчас расскажу. Так, какой у меня знак зодиака? Рак. Браво. Четкий ответ. Победа. Какое слово я употребляю больше всего? Так, больше всего. На чиле? На расслабоне. Да я даже не знаю, что-то на меня кричишь постоянно. Ну, это без слова. Ну, ладно, защипывай. Какие-то злые все у нее слова. Чё, свыщеркнем этот вопрос? А какое? Ну, мне самое интересное. Ну, смысл. Вообще, там, короче, какие-то такие паразиты слова, какие у меня. В принципе? Да. У тебя в принципе? Да. Как у меня получается? Получается, да. Так, как я училась в школе? У меня списывала постоянно. Да это ложь. Ну, сколько я... Сколько еще мне лет доказывать? Ну, у тебя я списывала. Ну, она на четверке, наверное. Я на пятерке учился всегда, постоянно. Лучший был. А вот она списывала меня и на четверке. Как ты училась? Я за последней, она за первой сидела. И как я могла у тебя списывать вообще? Каким образом, если я на первой, а ты за последней? Но я у него не списывала никогда. Я сидела с другим мальчиком. У него списывала, да. Поэтому я училась на четверке. В восьмом классе в Москву переехал. У меня до этого одна четверка была. Все пятерки, одна четверка. И все в Москву. И пошла одна тройка. Вторая, третья и все. То есть там уже, да, было не до школы. Не, ко мне даже учительница или директор подходил, спрашивала. Говорит, у тебя вообще приоритеты какие? Спорт или школа? Потому что там вообще у меня оценки стали падать. А я тренировала. У меня как раз мастер спорта. Вот в 15-14 лет мы стали выполнять. И, ну, то есть там вообще уже не до школы. Что я не разрешаю делать гостям дома? Гостям дома? Готовить? Да. У нас цель? Да, ну, конечно. Они же к нам в гости пришли. Правильно. Ну, я не знаю, я вообще люблю всех кормить. Вот прям. Я никогда себе не готовлю, ну, такое что-то вкусное. Вот. А наоборот, я чем больше приготовлю, чтобы все пришли, там, друзья, всех накормить, дать с собой. Ну, короче. Не знаю, это у меня, наверное, с детства какая-то такая привычка. У нас детей-то много было в детстве. Ну, в смысле, сестер, братьев. Как я хотела изначально назвать Булю? Собака первая. Вот это проблемки у нас. Ну, не, вспоминай. Ну, он знает. Могу ему подсказку дать, правильно? Давай, конечно. Ну, помнишь, у нас еще есть игрушка большая. Как мы ее называем? Потапыч? А еще... Михалыч? Да. Хотел по-другому подсказать, но думала, не буду. Михалыч. Михалыч, правильно. Как меня хотели назвать родители в детстве? Смешно. Ну, да. Фрося? Да. Да, реально. Фрося и Дуся. Я реально до сих пор в шоке. Я говорю, если бы мама, ты меня так назвала, я бы тебе вообще... Я хотела в доте. Не простила бы. Фрося, я говорю, коза, что ли, какая-то. Не пойму. Откуда у меня шрам на лбу? Да тоже так. Ударилась. Ну, ударилась. А, нет, подожди. Так ударилась, правильно. Ну, а что, как вообще произошел вот этот момент? Упала. С десятого этажа. Я вообще... Ну, на велике упала она. Наверное. Да, угадал? Да, я на раме, да, или как это называется, вот сидишь впереди. И папа решил, типа, мне драйвы устроить. Он посадил меня на эту раму, и мы поехали с горки. А мне там, ну, года четыре, наверное, было. Ну, и полетели мы вдвоем с горки. Ну, что, я расшивал лоб, меня зашивали. Так. Так, если бы у меня была возможность прямо сейчас избавиться от какой-нибудь привычки, от чего бы я избавилась? От какой привычки? Угу. Ты же ничем лишним не занимаешься. Ну, спор точно нет, готовка точно нет. Или да? Нет, я просто... Ты им вопросов свой, ответы не смеешься. И... Я, ну, не знаю, сейчас... Ну, это с тобой касается. Само нулайн? Да. Не переезжала бы каждый раз в Новогород? Нет, это не привычка. Да как? Слушай, как привычка, мать уже, пятый раз. Ну, короче, отвечу, да? Ну, я бы тебя не пилила, наверное. Вот это привычка, то, что я постоянно тебя пилю. Согласен? Нет? Можно? Да. Не избавляться? Да, я не... Короче, не так сильно, как могло быть. Опиши мой идеальный день рождения. Твой день, день рождения? Угу. Ну, в общем, вообще история такая. Встает, миллион шаров, все в цветах встает, на цветы буквально ходит по цветам. Там завтрак, ей в постель вот эту вот штуку надо принести, приготовить. Яичницу любимую, там без всего. Яичницу, но без всего. Это как бы надо сделать. Сок там свежевыжатый, то и сё. Потом... Это только утро. Потом ты с ней куда-то едешь, там же ты даришь цветы еще. Потом ужин. Там тоже даришь цветы. Ужин какой-то, нет, такой ужин. Там должно быть все красиво. А почему мы одни? Где-то на берегу моря. Почему мы одни? Это не мой идеальный день рождения. Как не идеальный? Ну, он идеальный. Не, ну просто в компанию. Вечером в компании всех друзей собрать, да, ради... Ну, наверное, без родных, скорее всего. С друзьями. С друзьями, да, и не знаю, если настроение у всех есть, и в караоке потом съездить, вот и всё. Ну, примерно так, да. Сколько раз так? Ноль. Поэтому он и идеальный день рождения у меня. Не, ну что-то было, что-то. Где-то караоке просто, где-то... Не, ну типа, да. Где-то посидеть. Это цветы утром. Так, и последний, предпоследний вопрос. Какой матч с твоим участием я увидела первый? Ну, это за дубль, наверное, было по-любому. За молодежку. Ну, матч я не вспомню, но... А в моем исполнении именно? Или как там? Какой твой матч, да? А, ну это может быть в Волжском тогда. Подожди. Ну, да, наверное, мы... Там у нас в Черноземье было. Наверное, я думаю, там где с Олимпией или с Ротером мы играли. Я думаю, вот первый матч вот этот как раз был. Ну, да, плюс-минус то, что в Волжском. Энергия Волжский. Ну, за школу я на все игры ходила. Она там-то ходила, рассказывала. Она в телефоне сидела с подружками, общалась. Да у меня тогда-то... Что там, в Инстаграме-то еще не было, что там сидеть. Как прошло наше первое свидание? Первое свидание? Да, наверное, банально. Посидели где-то в кафешке, и я проводил до дома ее. Вот так было. Пахнет свадебным роликом. Чувствуешь, я бы так же ответил. Ну, я не... Я всегда думала, что в кино у нас было первое свидание. Давно было, 9 лет назад уже, там так и не вспомнишь. Ну, да. Всем спасибо за внимание. Болейте за крылья советов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok